Алло, полотенца. Вот такие дела. Все, спасибо вам. До свидания. Сегодня в Южном окружном военном суде состоялось очередное судебное заседание по уголовному делу в отношении Ишара Шахаметова. В начале судебного заседания знак протеста в связи с тем, что председатель судья Магомадов не слышит заявления Ишара Га, никаким образом не реагирует на него, Ишар Шахаметов стал стучать по стенке так называемого аквариума в помещении, в котором он содержится в зале судебного заседания, после чего был удален из зала судебного заседания. И все судебное заседание, собственно, прошло без него. Сегодня допросили посредством видеоконференции связи из Крыма, из Севастополя, оперативного сотрудника ФСБ, фонда, материалы которого и легли в основу этого уголовного дела. Его показания были довольно обширны и пространны. Он рассказывал об идеологиях Избут-Тахрир, о каких-то мифических боевиках, которые от партии Избут-Тахрир ездили воевать в Сирию. Однако, собственно, никакого отношения к Шахаметову все эти рассуждения не имели. Более того, на уточняющий вопрос защиты фонда пояснил, что ни религовического образования, ни исторического образования у него нет, а все эти знания он почерпнул либо в сети интернет, либо, как он сказал, из архивных материалов, из каких именно уточнить он отказался. Ну, собственно, он подтвердил, что да, действительно, он проводил оперативно-розыскные мероприятия в отношении Шахаметова. И с его слов ряд свидетелей напрямую указывали на то, что Шахаметов являлся участником партии Избут-Тахрир. Он назвал фамилии этих свидетелей, показания которых были сегодня в судебном заседании исследованы, оглашены, либо они были допрошены. Но, собственно, показания этих свидетелей не подтвердили то, что Шахаметов является участником Избут-Тахрир. Перед судебным заседанием у меня состоялась беседа с Ешаром Шахаметовым. У него есть определенные проблемы с хроническими заболеваниями, то есть все тоже повышенное давление, все тоже те же боли в спине. Однако, мы с ним поговорили, то есть физиотерапевт, то есть то лечение, которое ему необходимо, это физиопроцедуры в рамках следственного изолятора недоступны. Он пытается себя ограничивать в определенных лекарствах, потому что длительное применение их влияет в том числе на внутренние органы и на печень. Сейчас он использует мазь, которую ему передали, в том числе родственники. Всем передает большой примет, присутствие духа не теряет. Спасибо. Продолжение следует...